Программа «Новости будущего» создана при поддержке сети магазинов цифровой и компьютерной техники «Кью». Всем привет! Это «Новости будущего» — всё самое интересное из мира науки и высоких технологий. В студии Елена Иванова. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ Оба эти сооружения отличаются высочайшей прочностью при минимальном весе. В отличие от существующих систем трехмерного изображения, технология True3D, о которой пойдет речь далее, создает, так сказать, честное трехмерное изображение, не нуждающееся в экране и воспроизводящееся непосредственно в воздухе. Эта естественная трехмерная картинка может наблюдаться с любой точки вокруг. В основе работы системы лежит быстрая, точная и точечная фокусировка лазерных лучей в нужных участках пространства, где они моментально воздействуют на молекулы кислорода и азота, на краткое время превращая их в ионизированную плазму, свечение которой и видит наш глаз. Компьютер может контролировать создание и поддержку в 50 тысяч таких точек, и хотя в настоящий момент частота обновления кадра составляет только 10-15 раз в секунду, разработчики обещают увеличить этот показатель до привычных 24-30. Но этим дело не ограничится. На демонстрации показана работа лишь монохромного устройства True3D, использующего зеленый лазер. Однако, добавив к системе красные и синие лучи, можно получать объемные и полноцветные картинки. Хотя по качеству таким изображениям до кинотеатров iMacs еще очень далеко, True3D весьма впечатляет. О других новинках далее. Инженеры Ross Technology Corporation разработали спрей на силиконовой основе, позволяющий сделать практически любую поверхность водоотталкивающей. Новинка с говорящим названием Neverwets была разработана в процессе исследований, направленных на создание новых антикоррозийных покрытий для металла. Но сфера применения Neverwets оказалась гораздо шире. В продаже новинка должна появиться в следующем году. Ну а если вы выбираете новый монитор, обязательно обратите внимание на последнее приложение компании AOC – 23-дюймовый Air Pro на IPS-матрице. Модель характеризуется форматом 16 на 9, динамической контрастностью 50 миллионов к одному, временем отклика 5 миллисекунд, углами обзора 178 градусов и W-LED подсветкой. Плюс к этому монитор является еще и ультратонким. Его толщина составляет всего 9,2 миллиметра. Элегантности и внешнему виду новинки добавляет корпус из полированного алюминия. Также модель оснащена двумя встроенными динамиками и двумя портами HDMI. Air Pro поставляется с предустановленным программным обеспечением Screen Plus, которое позволяет юзеру разбить дисплей на 4 автономных рабочих области. При этом стоит Air Pro 200 долларов. PlayStation 3 Slim – это новая версия игровой консоли PS3. В ней было изменено буквально все – от электронной начинки до системы охлаждения и блока питания. В результате энергопотребления шум от устройства и его габаритные размеры были уменьшены примерно на две трети. При этом приставка получила более объемный жесткий диск на 320 гигабайт и новый дизайн, но сохранила полную совместимость с играми от оригинальной PS3. Пожалуй, на сегодня Slim – это самая мощная игровая платформа, обладающая потенциалом для создания ультрареалистичных и красивейших игр, отличающихся неординарным и нелинейным сюжетом. Также PS3 Slim позволяет смотреть фильмы, слушать музыку, выходить в интернет. Фактически это уже не консоль, а мультимедийный центр. Приобрести PlayStation 3 Slim вы можете в сети магазинов цифровой техники КИМ. Знаете ли вы, что около 30% всего взрослого населения постоянно храпит во сне? Это почти каждый третий человек. Помимо того, что храп для самого спящего представляет смертельную опасность вследствие апноэ, так еще и находящимся рядом людям, не позавидуешь. В связи с этим новый и очень оригинальный способ борьбы с храпом придумали японские инженеры из Токийского университета Васеда. Система Джекус Суикан, или крепкий сон, очень пригодится храпунам и их домочадцам. Стоит отметить, что выглядит все это очень необычно. Вот этого большого мягкого белого медведя предлагается использовать вместо подушки. Впрочем, мягкий он только снаружи. Внутри у него располагается целый комплекс датчиков, в частности микрофон, отслеживающих состояние спящего. В комплекте с медведем идет и пушистая варежка. Она измеряет пульс и уровень кислорода в крови храпящего. Система беспроводным образом соединяется с компьютером, который обрабатывает информацию от датчиков и отдает системе те или иные команды. Когда храп становится слишком громким или наступает долгая пауза между вдохами, апноэ, медведь медленно поднимает лапу и дотрагивается до лица спящего. Это, по задумке авторов, должно заставить человека изменить положение головы. Вот такая забавная вещица. На этом я и партнер программы сеть магазинов цифровой техники Кио. Желаем вам удачи. Увидимся в ближайшем будущем. Редактор субтитров А.Семкин